Бабуханян Зара Айковна из Армении, председатель общественной организации Объединения региональных научно-образовательных центров. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Спасибо за предоставленное слово. По поводу Армении продолжу то, что сказал господин Раскулов, то, что все эти тенденции наблюдаются также в Армении, то, что тема евразийства, она не популярна среди молодежи Армении, и дружить с Россией тоже, к сожалению, сейчас не особо популярна, потому что западные МПО продвигают вот эту вот иллюзию красивой жизни, что вот нужно идти в сторону Европы, Евросоюза, и там вас ждут с распростертыми объятиями. Что на самом деле нас ждет судьба Украины и Грузии, к сожалению, молодежь это не понимает. Но этого стоило ожидать, потому что на протяжении всех 30 лет активно работали различные фонды, фонд Сороса, агентство по международному развитию USAID США, вливались огромные финансы, и до сих пор огромные финансы вливаются даже в США. В рамках бюджета на 2025 год предусматривается выделение 52 миллионов на развитие экономической и демократической устойчивости в Армении. Это различные так называемые правозащитные центры, медиаресурсы, которые не скрывают своего финансирования, и они активно развивают антироссийскую риторику в Армении. И после 1918 года, после революции, многие так называемые общественники вошли в правительство или околоправительственные всякие комиссии. И сейчас армяно-российские отношения переживают очень сложные времена, антироссийские нападки. Это все начиналось еще с этих общественных организаций, которые действовали начиная с 90-х годов. И это все вылилось в то, что на сегодняшний день в Армении снижается восприятие России как самой дружественной страны, как это было на протяжении долгих лет. Если в 2015 году на первом месте самой дружественной страной армяне считали Россию 86%, в 2022 году это уже 56%, а вот на сегодняшний день, согласно результатам опроса Gallup International, среди дружественных стран армяне в первую очередь назвали Францию, затем Индию, затем Иран и Россию на седьмом месте. К сожалению, такие настроения наблюдаются, это связано и с официальной политикой, и с информационной политикой. Мы понимаем, что все это части гибридной войны, информационной войны, которая в мировом масштабе происходит. Но очень не хочется терять те связи, то есть мы не имеем права терять исторические связи с Россией. Поэтому я приветствую вот это начинание, фонд НПО «Евразия». И я как представитель общественной организации, и наша организация явилась соучредителем Евразийской общественной палаты. Мы готовы активно с вами сотрудничать, потому что на протяжении всех лет, а наша общественная организация действует с 2013 года, наша деятельность была направлена и продолжается в русле развития и укрепления армяно-российских отношений, евразийских проектов. Поэтому приветствую очень, тоже присоединяюсь к тому мнению, что если бы это было лет на 10 раньше, было бы больше результатов эффективности, но лучше поздно, чем никогда. Поэтому мы с вами, спасибо, готовы сотрудничать. Спасибо большое за Райковна, за вашу работу, за все, что вы делаете. И, конечно, тоже со своей стороны хочу подчеркнуть, но, на самом деле, это не касается кого-то персонально, но власть меняется, народы остаются. Соответственно, наша инициатива, мирная инициатива, она гуманитарная, и она очень нужна в любое время будет. То есть только единственное, с какой точки в системе координат мы начнем. Поэтому, конечно, начать нужно было и 10, и 20 лет назад, и какие-то попытки что-то делать и так далее. Но мы сейчас говорим об этом проекте. То есть я надеюсь, что мы вместе сможем принести вот такую пользу, которую от нас ждут. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.